Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых основных показателях и запланированных проектах химической промышленности. Председатель правления акционерного общества Узким Йосона Джурабек Мирзамахмудов проинформировал о проделанной работе по диверсификации отрасли и освоении производства новой продукции во исполнение постановления президента Республики Узбекистан от 25 октября 2018 года. Отмечалось, что за последние три года отраслевое производство увеличилось в полтора раза, а экспорт в два раза. Главная отрасль, ранее отличавшаяся хронической убыточностью, закончила 2021 год с чистой прибылью в размере 1,6 трлн сумм. До конца года планируется довести производство до 14 трлн сумм, а экспорт до 425 млн долларов. Для этого во втором полугодии намечено произвести 650 тысяч тонн азотных, 70 тысяч тонн фосфорных и 120 тысяч тонн калийных удобрений, 80 тысяч тонн поливинилхлорида. Глава государства подчеркнул необходимость системной работы по повышению эффективности и трансформации предприятий отрасли. Указано на возможность снижения себестоимости не менее чем на 6% за счет энергосбережения и локализации. В ходе презентации также представлена информация о будущих перспективных проектах. Отмечалось, что до конца года будет освоено 400 млн долларов инвестиций, запущено 9 проектов. В частности, на новой азоте намечено организовать производство метилцеллюлозы, технического газа, жидких минеральных удобрений. В Черчихском химическом технопарке, вспененного полипропилена, органических удобрений и полимерной продукции. Президент подчеркнул, что новые проекты необходимо реализовать только с привлечением частных инвестиций. Поставлена задача сформировать портфель проектов на сумму не менее 1 млрд долларов в 5 химических кластерах. Также даны поручения по ускорению приватизации предприятий акционерного общества. Президент Республики Узбекистан состоялся критический анализ итогов работы предприятий химической промышленности за 6 месяцев текущего года. Указано на определенные недостатки, устранение этих недостатков, а также принятие всех необходимых мер для того, чтобы по итогам года, используя все имеющиеся резервы, в первую очередь обращая отдельное внимание на снижение себестоимости производимой продукции, обеспечить темп роста производства товарной продукции, обеспечение внутреннего рынка возрастающего спроса на минеральные удобрения, на химические продукции, но при этом также обратить внимание на увеличение экспорта продукции с тем, чтобы она была конкурентоспособной на мировых рынках и обеспечить выполнение всех показателей, как экспорт, так и по другим направлениям. Отдельно рассмотрено состояние инвестиционных проектов и отмечено необходимость ускорения реализации этих инвестиционных проектов с максимальным обращением внимания на реализацию этих проектов на базе создаваемых химико-технологических кластеров. Поручено создать отдельные проектные группы по каждому химическому кластеру с подлечением туда высококвалифицированных, как местных, так и иностранных специалистов для того, чтобы обеспечить качественное исполнение, своевременную реализацию этих проектов, с тем, чтобы привлечь самые передовые технологии, привлечь прямые иностранные инвестиции, не только иностранные, но и местные частные инвестиции, с тем, чтобы действительно отрасль стала драйвером развития экономики.